Готовили маршрут, смотрели самолёт, приняли его, проверили вооружение. Экипаж старшего лейтенанта Каштанова вышел на цель в заданное время и нанёс удар по скоплению вражеской военной техники. Но уже после выхода из атаки на боевом курсе противник выпустил по Су-34 две ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса. Задачу выполнили уже на отходе от цели. И прилетает у нас ракета. Она попала в правую заднюю полуплоскость, после чего началось вращение. Время на принятие решения было около 3-4 секунд, не более, потому что высота была предельно малая. Мы шли на 50 метрах. Проверил управляемец самолёта. После выдания ракет самолёт не управлялся. Самолёт перешёл на пикирование и начал вращение. И по высотомеру я увидел высоту 25 метров. Я по радио успел сказать штурму, но управления нет, выходим. Катапультирование — мера крайняя, сопряжена с риском для жизни. Но в данном случае решение оказалось единственно верным. Приземление произошло на территории, контролируемой противником.